Мы предлагаем вам для начала, а дальше это все будет развиваться, и мы сегодня также соединим полезное и с какой-то такой художественной приятной вещью, такая предпремьерный показ моего нового фильма «Сад душ. Добротака внутренней вселенной». О очень многих вещах, но я подробнее немножко перед фильмом вступительном слове скажу. А сейчас музыкальное приветствие от невероятного музыканта, художника, шамана, искателя, с которым меня связывает несколько десятилетий отношений и дружбы, туинский шаман Николай Оржак. Приветствие от него. Спасибо. Не знаю сейчас, что сказать. Добрый день сначала, дети мои. Ну да, конечно, но долго, долго. Прошло время, но мы не забываем друг друга, помогаем, встречаемся. Меня приглашали в первый раз, чтобы познакомиться с студентами, и там необходимо будет звук, шаманский, булгин. Когда я начал участвовать, и последнего несколько раз участвовал, я как участник. И я даже могу сказать, что ваша была бы в обществе, это клуб трамбеснарный, психолог. Почему я так думаю? А без сухого, без таханья, или не без сухого? Действительно. Конечно, можете у людей познавать, посмотреть, в каком состоянии находится, но через таханья вы своего, таханья вы проверяете, потому что вы несколько раз сильнее научились достаточать, девять раз в пространстве, чем обычные. И тогда начинают опознавать этим сильным дыханием изменение своего состояния сознания, изменение тела. Только тогда в этом сильном дыхании дух тела, дух сознания, единый становится и начинает творить. Несколько раз, девять раз, чем обычно сейчас, но кто обучение дыхания будет? Усиление дыхания нужно. Это сильное дыхание управляет энергией, упорядочит силы, буддок, энергия. Чем сильнее буддок, тем сильнее утешение будет происходить. При этом сильное дыхание – это есть звук. Звук – это есть источник мысли, который хочет творить. В этом мысли дыхание единое. Дыхание сам по себе должен творить чудеса. Например, можете проверить себя сейчас, чтобы много не говорить. Просто упражнением давайте попробуем. Спортсмене из-за того, чтобы победить самого себя и победить всех. Ему очень многое вот, очень многое сила. Он не стремится только набрать силу. Конечно, нужна дыхание. А дыхание у них не в первой очереди, в первой очереди людей. Силы набирает. А дыхание начинается от медитации. Защитное дыхание. Свободное дыхание. Дыхание здрава. Дыхание гнева. Дыхание любви. Дыхание сомнений. Все это связано с мыслями. И можете еще дальше работать новое и новое. Если вы стараетесь учиться петь, песни без сида, духа, сердца, мысль, сердце, звук, стремление, все-таки единое целое, касается здоровья. А здоровье своего через дыхание поправляется. Если не имеет силы, она хорост, дыхание и тело. Если есть сила, может управлять его, то творчество подходит в состояние сознания и доволение жизни. Силы набирает. Силы набирает. Силы набирает. Играет музыка 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 Наталья, поэт. Шикарный, прекрасный, трансперсональный поэт. Ну, мы ждем. Так, Наташа, это диплом. Вот такой очень красивый диплом. Это вкладыш к диплому был. Спасибо. Эрика Левинская получает диплом по трансперсональному консультированию и психотерапии. Поздравляем от всей души. Спасибо. И все дипломы розданы, но Бог любит троицу. И вот у нас третий диплом, который вручается Авериной Марине. Трансперсональный коучинг. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще хочет человек. Меняемся. А, да-да-да. Еще один диплом подоспел. По программе трансперсонального консультирования и психотерапии Ярославцева Наталья. Браво. Наташенька. Спасибо. Ой, это приятно. Еще раз. А, Наталья прекрасный детский сочинитель, писатель, сказочница и художник. Да, у нее роскошные детские стихи, по которым многие дети учатся читать. А еще и блогер. У нее уже, наверное, штук 30-40 интервью с трансперсонологами различными, да, не меньше. Да, можно воспользоваться. Конечно. Да, дорогие друзья, я хочу пригласить желающих в мой подкаст, это в аудиоформате, классное отношение сразу. Действительно, 25 уже интервью с трансперсональными психологами, включая наших замечательных мастеров. Что, Екатерина Юрьевна? Договаривайся, пока здесь Ольга и Николай Оржик с ними, может быть, подкаст тоже сделать. Да. О шаманском видении или изначальном видении отношений человеческих, шаманская мудрость в отношении проблем современных. Прекраснейшая тема. Да, чудесные детские книжки. Покупайте. Вот, да, а, кстати, тем, кому я выдал дипломы, полагается еще и шапочка магистрская. Пожалуйста, второй раз. За шапочкой. Все вместе. Ну, надо было ждать, не спешить на торжественные. Наташа. Вы можете их даже надеть, примерить. Пожалуйста. Ну, а это нам с Екатериной Юрьевной осталось, наверное. Да? Да, вот мы тоже шапочки эти наденем. Хорошо смотримся, да? Спасибо. Спасибо. Ирина, ну, мы тогда следующее будем объявлять. Давай, Ирина. Садитесь, девчонки. Садитесь, берите микрофончики. Вот, Ира, тебе микрофончик, это тебе микрофончик. Ну что, у нас колоссальное событие, у истоков которого находятся вот эти две прекрасные дамы. Ирина и Екатерина. То есть они вот между собой там выясняли трансперсональный аспект реальности, мира, и, в конце концов, договорились до того, что, ну, неплохо бы вообще собрать все, что у нас есть. Всех выпускников Московского института психоанализа, восстановить контакты между годами, выпусками и наладить новые, которых не было, потому что люди пришли, отучились, ушли, и некоторые выпали из отношений. И вот все это возродить, собрать, получить новый результат, энергию девчонки придумали. Вот так возникла идея такого трансперсонального клуба трансперсональных психологов в старом названии. А теперь мы переименуем в трансперсональный клуб, наверное, да, чтобы, так сказать, вот все это было широко. И, пожалуйста, Ирина у нас, кроме всего прочего, кроме того, что у нас Екатерина лидер, основательница трансперсонального клуба, Ирина также секретарь ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. И поэтому она одновременно координирует деятельность клуба, информацию в обе стороны от клуба, участников, всех трансперсональных людей к президиуму ассоциации, к лидерам. В общем, мы сейчас активно делаем конференцию, 22-ю конференцию, ну, в каком-то смысле юбилейная, две двоечки, да, который состоится в прекрасном городе Казани. В центре Казани прекрасный отель на берегу реки Волги. И там мы три дня будем вместе купаться в этом, в океане мировых душ, делиться друг другом впечатлениями, событиями, открытиями, слушать мастеров, расти самим и так далее. То есть всех я приглашаю в город Казань. На сайтах, на наших, и сайте ассоциации, и сайте Transperson.ru информация уже об этом выложена. И есть сайт конкретно конференции. Сейчас он, программа полностью уже, почти полностью составлена, она сверхинтересная. Так что продолжается на новом витке уже трансперсональное наше развитие, наше творческое развитие. Об этом мы еще поговорим. А сейчас слово основательницам, великим матерям трансперсонального движения. У меня эта идея возникла очень давно. Наверное, после второго выпуска трансперсональных психологов из МИПА. И мне всегда было жалко, что, ну вот закончили люди, установились такие отношения, которые не просто студенческие, а что-то очень близкое. Мне было всегда жалко, что вот все у кого-то не теряют связи. Ну, со временем эти связи естественным образом, как-то жизнь продолжается. Мне всегда хотелось собрать народ. Я пыталась это сделать сама, но организатор, я не важный. И каждый год я там кликала, собирала, пока не получилось. И вот Ирина, которая закончила два наших курса, курс по консультированию и психотерапии, и курс по коучингу. Ирина обладает, кроме всех прочих трансперсональных дорог, удивительными организаторскими способностями. И вот когда Ирина написала свой проект по коучингу о создании такого трансперсонального сообщества, о создании поля, в котором будут твориться разные энергии, люди талантливые, люди очень интересные, много таких звездочек, которые как-то где-то там блистают. Ну, вот, хотелось увидеть их все вместе. И вот в течение этого года мы, собственно говоря, проводили под Ирининым таким контролем организации небольшой клуб по четвергам. Раз в неделю мы собирались. Вела в основном, ну, какие-то практики вела я. И присоединялись все желающие. Этот клуб работал регулярно. Состав участников были наши выпускники, которым было интересно просто побыть вместе и что-то попрактиковать. Да, вот весь этот год я прыгала каждый четверг выше головы, потому что нужно было давать новый материал, и чтобы людям было интересно, и чтобы это было новенькое. Да, и к концу года идея клуба уже оформлена и созрела, и Ирина взяла бразды в свои такие любящие и добрые руки и стала проводить этот проект в жизнь. Да, я надеюсь, что все получится. Я надеюсь, что в наше непростое время нам нужно быть вместе, хотя бы, ну, я не знаю, виртуально, а еще лучше встречаться. Вот, и рассказывать о себе, и рассказывать о своих открытиях, о своих достижениях, и не только. И делиться своими находками, своим творчеством. Мне кажется, должно получиться. Нас уже много. Расскажи. Да, нас уже довольно много. Всем добрый день, Ирина. Если кто еще не понял. Значит, я вообще, как вы знаете, почти что речь, ну, и такое ощущение, что мне больше всего рассказали. Давайте я просто расскажу, для чего я ее создала для начала. Как-то так прозвучало, как будто бы это она хотела, а я создала. Но это было не совсем так. Это было чуть более трансперсонально. Екатерина Юрьевна хотела, а через меня это пошло. То есть это было вот как-то так. Причем пошло через, ну, как мы понимаем, через телесные симптомы, сны и так далее. То есть мы просто вели группу, ничего не задумывали. И в какой-то момент оно просто из меня вот так родилось. Так получилось. Это не то, что я придумала, что-то, что я спланировала, долго над этим думала. Нет, это не так. Это просто через меня вышло наружу. Вот так вот как-то оно родилось. И поэтому даже вот сейчас говорить про цели клуба, про какую-то миссию и так далее. Это все будет, знаете, придумать концепцию по тому, что уже родилось. Да, вот то, что через меня рождалось, это было скорее про такое желание всех объединить. Потому что вот тот курс, который я заканчивала в семнадцатом году, мы как-то не общаемся. И у нас в трансперсиональной психологии никого не осталось, кроме меня. И я понимаю, что вот каждый год все пускается. А было бы так здорово, если бы мы друг с другом общались. Если бы мы взаимообогащались. Дело в том, что вообще трудно человеку расти профессионально в одиночку. Очень помогает, когда человек находится в профессиональном сообществе, обменивается опытом с коллегами. И только тогда он как будто бы выходит из своего полуца, в котором он иначе замыкается. И идеи перестают рождаться. Потому что идеи рождаются, коммуникации, в общении. То есть первая важная идея – это взаимообогащение, обмен опытом. Именно поэтому мы проводили уже, я проводила с Екатериной Юрьевной, когда это было, в начале апреля, онлайн-слет по обмену при мудрости. Мы проведем следующий такой слет. Я думаю, что это будет, наверное, ноябрь предварительно. Точно потом скажу. Думаю, что еще из того, что я понаписала, чтобы еще такого рассказать. А я не знаю, кому-то интересно вообще, кто я такая. А что я такая сделала, не то, что меня не знаю, потому что те, с кем я училась именно на психотерапии, тут никого нет. Есть те, кто на коуче у меня были, вот эти люди есть. Значит, давайте я расскажу, вот почему, откуда вообще организационный опыт. Да, вот откуда вот эти таланты организационные, которые мне приписывают. Ну, для начала у меня был свой детский клуб в течение семи лет. С 2013 по 2016 год я основывала свой клуб и, соответственно, убила. Потом мне детки подросли, я им продала. И, соответственно, у меня есть опыт руководства педагогическим коллективом разработки. Ну, там были программы раннего развития, немножко другая сфера. Вот такая, с образованием немножко связанная. Да, и организация, не знаю, детских утренников. Это, конечно, про то, что касается клубов. А, да. А еще я 10 лет управляла IT-проектами. Довольно крупными, с разными крупными компаниями. То есть, в компании, в которой я работала в IT, мы... Там были контракты с разными компаниями, там с МТС, ВКонтакте, на Аклазнике. Вот я руководила этими проектами и с этими компаниями. Вот, так, что еще тут с опыта? А, ну да, очень большой личный опыт, потому что у меня двое детей. Ну, они уже так подросли. И, соответственно, с ними я организовывала школьные экскурсии, особенно с дочкой. Знаете, школьные экскурсии реализовать очень сложные истории, я хочу сказать. Со всеми согласованиями, там, автобусов и так далее. У кого есть детки, я думаю, понимают. В общем, это такая сложная история. Плюс на работе я организовывала корпоративы. Мне никому было этим заниматься. Соответственно, у меня есть большой опыт организации корпоратива. Это вот то, что касается, вкратце, моего организационного опыта. Как психолог, как психолог я специализируюсь на сексуальности. Вот то, что касается, как сексуальности, как духовное развитие. Вот так скажем. Это не, 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 ну, в общем, мы поняли. Больше аргон, чем либиды, да? Да, да. Соответственно, ну, любовных отношений. В основном с клиентами я работаю по теме любовных отношений. И третья моя тематика, которую я последние три года разрабатываю, это женская эволюция, путешествие, героизм. Тут есть определенные сложности, пока что не нашла схему, которая мне понравилась. Вот. Придется самой написать. Видимо, да. Видимо, да, придется самой написать. Мне пока ничего не нравится, так чтобы было идеально, и нам подходило. Вот, а что про тут? Про тут важные вещи. Так, про слет я сказала. А, собственно, а зачем слет там? Вы понимаете, вообще зачем проводить онлайн-сети? Есть у вас вообще идеи? Зачем нам это надо? Значит, я вам скажу. Значит, нам это нужно для того, чтобы, ну, понятно, обмениваться опытом, во-первых. Во-вторых, чтобы каждый мог получить опыт публичного выступления. Это очень важная история, потому что вот те, кто только закончил, у кого нет пока там практики или что-то еще, он как бы работает, развивается, нарабатывает какие-то вещи, нужно получить доступ к людям. Доступ к людям. Это нужно, как бы, наработать, ораторские способности, умение презентовать свою программу и так далее. И вот именно эту возможность и дает онлайн-сет. Вот. Так, что еще? Что еще? Так. Так, напоминаю еще раз, Екатерина Юрьевна, продолжаем занятие. У нас первое занятие будет 30 августа. Там часть занятий будет проводить... Забыла, Наталья. Забыла. Конопалова. И часть, соответственно, Екатерина Юрьевна. Если что, вся информация есть в телекрам-канале. А чтобы, если вдруг кто-то не знает, как бы, ну, явки пароли, сайт, телекрам-канал и так далее, вон там желтая листочка, вы можете взять, там все нужные ссылочки есть. Все в одном месте. И в том числе, там есть ссылочка, я на сайте публиковала все текущие программы Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. Еще одна важная история, которую мы делаем, которая очень мне нравится. Трансперсональный дайджест. Тоже телекрам-канал, сайт. И телетайп-канал. Когда у меня возникла идея этого дайджеста, мне было очень важно создать там как будто бы дух, вот трансперсональный дух. Поэтому там есть творчество, там есть у нас visionary art, у нас там есть музыка, да, и какие-то там цитаты, такие там, духовных учителей, да, не только в психологии. Плюс мы там делаем переводы зарубежных статей, мы делаем перевод, совместно, очень большая работа трансперсонального манифеста Евротас и много разных других интересных переводов. Вот последний перевод был Полина Лужинской, Станки Крипнер, статья 19-го года, очень интересный. Тут будут выходить новые статьи. Вот в понедельник у нас были статья Максима Журкова с его озвучкой. В общем, подписывайтесь, заходите. Я вообще надеюсь, что вам всем там понравится. А если вам что-то не нравится, у меня большая просьба. Вместо того, чтобы между собой услугаться, напишите мне, пожалуйста. Что еще в будущем? В будущем у нас будет сайт поиска трансперсональных психологов. Он в разработке у нас сейчас. У нас будут клубные онлайн-встречи с разными трансперсональными психологами. Там вот Владимир, не сколько и какие идей по этому поводу. И в дальнейшем, я надеюсь, что к концу осени у нас организуется некая образовательная платформа. Я не думаю, что она как-то резко так организуется. Скорее всего, она будет постепенно организовываться. По аналогии с образовательной платформой, которую, может быть, вы знаете, например, «Прямая речь», «Левел-1». То есть некая платформа, где организуются разные лекции, онлайн-встречи и оффлайн-конкурсы. Вот такого же формата я хочу создать именно в нашей сфере, в трансперсональной психологии. Мне кажется, это должно быть очень интересно для всех. Но я думаю, до конца осени доберусь. В общем, в целом, я надеюсь, что то пространство, которое мы сейчас создаем все вместе, оно усилит наше трансперсональное движение вообще в России и принесет пользу. Как каждому трансперсональному психологу и коучу, и не только, и всем людям, которые связаны с трансперсоналкой, так и в целом мире, в котором мы живем. Потому что у меня есть ощущение, что именно за трансперсональную походу психологии будущее. В целом, всем спасибо. Я хочу добавить пару слов. Та встреча, которая состоится в информации 30 августа, будет посвящена методам работы с посттравматическим стрессом. И не только. И помощь в острых ситуациях. То есть люди после острого стресса, и нужна скорая, немедицинская помощь, такого мгновенного, очень быстрого вывода из состояния такого трудного, тяжелого. И поэтому у нас клинический психотерапевт, врач-психотерапевт будет рассказывать о медицинских подходах. А я немножечко расскажу о каких-то дополнительных психологических приемчиках, трюках. И вот из того, что сказала Ирина, я хотела бы усилить тему помощи выпускникам. Потому что не все имеют постоянное трансперсональное такое свое, своих трансперсональных клиентов. Но хотели бы. Но свою основную работу люди там собираются продолжить. Но хотелось бы еще практиковать. И вот нужна поддержка, организационная поддержка и психологическая поддержка, чтобы наши выпускники начинали раскручиваться, имея свою основную работу, которая как бы их кормит, да, и они не собираются уходить из нее. Но плюс трансперсональная практика. Эту практику создать не так просто. Вот, вот то, что я хотела бы говорить. Спасибо. Да, все верно. И у меня есть еще идея создать самым агентство, специальное наше трансперсональное, тоже пока оно в задухах. Но постепенно я очень надеюсь, что мы найдем таких людей. Просто проблема в том, что я бы уже это сделала, но людей найти не могу. Чтобы одновременно были трансперсональщики, и не умели заниматься маркетингом. Казалось, у этого несложно. Вот. Так, все надежно. Спасибо. Спасибо. Сидите, сидите пока. Катя. Спасибо. Ирина. Ну и вот я хочу присоединиться к голосам матерей, основателей трансперсонального клуба. Серьезно говоря, я счастливая бабушка девятерых внуков. Вот так. Алхимический котел трансперсонального опыта. Да. И мы вот уже начали тоже активно обсуждать, что же дальше, что из всего этого может возникнуть. И вот я чувствую, что вот из этого объединения энергии, ресурсов, мечтаний, глубины возникнет действительно большое, активное, мощное эволюционное пространство. На вот как раз на базе выпускников трансперсональных программ Московского института психоанализа, на базе наших друзей, многие из которых выдающиеся мастера и исследователи. И вот Оларт пришел, выдающийся тоже мастер-исследователь шаманизма. Ихачумей тоже знаменитый мастер шаманских практик. Так что мы все тоже в этом пространстве будем активно поддерживать, ну там, где каждому из нас, это, конечно, интересно, поддерживать ваше развитие, вашу деятельность. И, ну, есть несколько невероятно интересных проектов, которые могут пойти. Проектов и научных. То есть вы можете здесь развиваться, делать научную карьеру, есть потрясающая тема исследований, есть руководители проверенные, трансперсональных, диссертационных и кандидатских, и докторских исследований. И мы могли бы продолжить эту работу, у нас были аспиранты, мы могли бы продолжить и в Московском институте психоанализа для выпускников. Это тоже не проблема, все это решается. Самое главное, что у нас есть большой исследовательский проект развития человека во всей широте, во всей полноте. У нас есть знания о том, как нужно сделать первые шаги. Поначалу это все будет добровольно, нужно перевести, адаптировать. Наиболее интересные тесты, я их знаю, я знаком с международным трансперсональным сообществом, с создателями этих исследовательских методик. И мы могли бы сделать удивительные онлайн-тесты для того, чтобы проходить исследования своей ситуации, уровней развития, того, что нам не хватает, особенностей, ресурсов. И все это можно будет делать онлайн, накопить колоссальную базу материала для дальнейших исследований, обобщений и выводов. Мы могли бы развивать дальше пространство развития, взаимодействия и сотрудничая с мастерами шаманских практик и знаний. И здесь у нас Николай Оржик, да, и... Ты не видел Николая, да? Ну вот. И вы можете на конференцию, которую Николай и Ольга скоро организуют, я ее объявлял, «Зов 13 шаманов» и познакомиться там со многими великими практиками, теоретиками. И Оллард написал... Сколько у тебя? Книг 30, наверное, да? Больше, наверное. Наверное, больше. Вот так скромно он сказал. Больше 30 книг. Вот на тему шаманского духовного опыта, на тему необычных состояний сознания, поиска жизненного. А второй том «Карт» вышел уже? В этом году. В этом году следующий том Олард по всему миру путешествует и в интервью с выдающимися шаманами строит карты шаманских путешествий, то есть реконструирует и делает, по их словам, по интервью записи и с комментариями, и с выводами. Это первый том уже вышел, и вот скоро выйдет второй том. То есть у нас вот в большом российском сообществе есть выдающиеся мастера, исследователи, и они тоже будут включаться. Они могут помогать всем вам в исследованиях, в ваших проектах, быть консультантами, по крайней мере. То есть это колоссальные перспективы познания, роста, преображения жизни, профессионального роста, нахождения для того, чтобы то, что вам интересно, без труда так поддерживало вашу жизнь на планете Земля вашу, вашей семьи, чтобы вы не заботились о хлебе насущном и занимались любимым наиболее интересным делом. Вот одна из задач нашего трансперсонального клуба, чтобы все нашли приют, все нашли интересное дело. Поначалу, конечно, как всегда, на старте очень многое делается на энтузиазме. Ну, мы это знаем, у нас есть и здесь опыт, мы готовы вкладываться, жертвовать, и все, кто готов, присоединяйтесь. И пойдет на наши общие энергии и синергии, на сложение энергии. Я думаю, удивительный процесс нашего роста, нашего развития, знания во всех измерениях. Потому что трансперсонально – это не только наука, трансперсональная психология. Это еще все мировые духовные знания и практики и их исследования. Это еще все знания о том, как мы растем, как мы творим, как мы изменяемся, как мы раскрываем все свои возможности и способности. И тут потрясающие перспективы и для исследований, и для личного роста, и для практики, и для на новом уровне уже взаимодействия и ощущения того, как мы все вместе изменяем мир, помогаем ему расти, помогаем ему решать насущные проблемы и задачи. Так что это все начинается, путь в тысячу миль, помните, начинается с одного шага. Вот несколько первых шагов сделано. Трансперсональный клуб стартовал, это его первое собрание. На каждом клубе мы планируем, это не только какое-то событие, то есть обсуждение какой-то важной темы, приглашение какого-то очень известного мастера, но неформальное общение, выступление, сплетни о насущном и обмен знаниями, ресурсами, ну и какие-то художественные всегда события. На этом первом собрании предпремьера моего нового фильма «Сад душ», он основан на жизни и творчестве литовского воятеля, как-то скульптором неловко его называть, он не был известным скульптором, его мало кто знает в Литве и почти никто не знает в мире. Но когда в 96-м году я впервые посетил это место, где жил и творил Вилю Сорвидас, который прожил очень короткую жизнь, всего 40 лет, но за это время на своем хуторе в Литве он навоял сотни, а может быть даже тысячи произведений, инсталляций, скульптур из дерева, из камня. И очень важно, что эти скульптуры представили все духовные поиски человечества. То есть, будучи литовцем, это маленькая страна на берегу Балтийского моря. Три миллиона с небольшим человек, коренное население Литвы. Будучи католиком, а это такая, в общем-то, традиционная версия, правда, он потом стал монахом-францисканцем, самая веселая и радостная версия католицизма к концу жизни. Будучи католиком, будучи жителем Советского Союза, он сумел через творчество, через желание помочь человечеству, через вот тот зов, который призывал его объединиться с душой мира, анима мунди, он смог все преодолеть, живя в Советском Союзе. Еще в 1982 году тогда еще молодой секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев по приглашению литовских товарищей из ЦК КПСС, когда он был в Литве, посетил это место, оно называется Салантей, это недалеко 30 километров от Паланги в Литве, хутор Орвидесов. Походил, посмотрел, поворчал и в конце концов сказал, это какой-то музей абсурда. И литовские товарищи, члены ЦК, поняли это как руководство к действию. И поначалу начались гонения, а затем, ну, пришло постановление о том, что нужно вывести все это, вот все, что было наваяно, все это нехорошее, все это страшное, все эти скульптуры, шаманские, языческие, из всех мировых религий. И в самый последний момент друг и почитатель таланта Орвидеса, который много раз был на его хуторе, Леонид Бажанов, молодое искусство. Это впоследствии он стал профессором высшей школы экономики, он стал основателем Института современного искусства, очень известный человек. Но вот тогда Бажанов пошел на Старую площадь в ЦК КПСС, пробился к одному из секретарей и рассказал ему, какое это чудо. Последовал звонок в литовское ЦК, и начавшееся разрушение мира Орвидесов было остановлено. Хотя 24 самосвала увезли много камней, заготовок, деревья. Орвидес спасал камни, Орвидес, Вилюс Орвидес спасал деревья. Он жил в этом мире, он знал, что в каждом камне, в каждом дереве есть своя душа. И она хочет, чтобы ее раскрыли, явили мир. Вот этим он и занимался. И из одного камня у него рождался Будда, из другого какой-то китайский символ, например, инь-янь, они до сих пор на этом хуторе сохранились на камнях. Индийские боги, литовские языческие боги и богини, всевозможные звери, шаманская вселенная – все стало проявляться в этой усадьбе. Удивительный мир всей человеческой души. Ведь, как вы знаете, мировые религии наряду с тем, что они принесли в нашу жизнь понимание сущностной природы человека как бесконечности, то есть мы боги, одновременно в силу того, что в христианстве этот процесс происходил ну таким законодательным образом, то есть император Константин в 345 году назначил христианство государственной религией, Великой Римской империи, и начался очень быстрый слом всей языческой Европы. И много было наломано дров, много было костров, на которых было сожжено поклонников, последователей, служителей различных древних традиций и верований. И в силу этого быстрого перехода и естественного сопротивления возникло очень жесткое политическое отношение ко всему прошлому человечеству, шаманскому и языческому, как греховному, как неверному, как заблуждение, и в конце концов, как демоническому. И это создало колоссальный раскол в душе всех людей. То есть катастрофа, наряду с гигантскими возможностями, которые мировые религии принесли в мир, в силу вот в Европе, в силу вот этого незавершенного, очень быстрого, резкого перехода, насильственного, неестественного от язычества к христианству, в нашу жизнь вошла трещина. И вот так образовалась общеевропейская тень. Потому что за 40 тысяч лет шаманизма, за 10 тысяч лет язычества мы, люди, стали всеволновыми приемниками сигналов от мира, от всех голосов, от всех духов, от всех богов. Мы были с ними на «ты». И переход, например, от мирового шаманизма к язычеству был очень плавным. и не вытеснил шаманизм. Шаманизм стал органической частью, например, древнегреческого языческого, кельтского язычества. Он не был отделен. Появился новый, другой пласт высших существ, богов в нашем опыте, и инструменты, способы связи с ними. А вот переход от язычества к мировым религиям в большинстве мест был слишком быстрый, а в Европе еще и насильственный. И вот так образовалась общеевропейская тень. Потому что мы же за 50 тысяч лет были сформированы как всеволновые приемники, и поэтому мы все равно принимали сигналы от всего мира, от всех душ, от всех существ. Но теперь дозволенными, правильными нам только определенный спектр из всего этого потока дозволялся и разрешался. Все, что связано со святыми, с Христом, с христианством, с апостолами, все остальное враждебное и в конце концов неверное и даже демоническое. Но принимая сигналы мира, потому что мы же всеволновые приемники, и не имея возможности с ними отождествиться и признать в себе, потому что это греховно, потому что это неправильно, это жесточайшая цензура, мы стали проецировать это на всех других людей, на другие страны, на другие религии. Вот так и образовалась и современная европейская узкая психика, наше эго, и так образовалась гигантская общеевропейская тень и, соответственно, раскол, проходящий до самых-самых глубин. И по сути, вот развитие, великое развитие европейской духовной культуры, оно связано с переоткрытием языческой и шаманской глубины, со снятием цензуры с других религий, с других культур. То есть, такая работа, колоссальная глубинная работа с общей европейской цивилизационной тенью. И вот Вилли Сорвидас, главный герой этого фильма, Сад душ, он воспринял этот мощнейший поток, этот глубинный драйв к исцелению, к знанию, к восстановлению и стал творить. Стал творить. Его отец был скульптор, его дед был скульптор. Они делали в основном надгробья в Литве. Но Вилли Сорвидас, повинуясь внутреннему голосу, стремлением, движению энергии, стал создавать скульптуры из всех мировых религий, из всех языческих практик. Он чувствовал душу камня, он чувствовал дух, дух в земле, он чувствовал душу всех деревьев. И он помогал этим душам проявляться. Он собирал камни со всей территории Литвы, со всех полей, деревья, притаскивал на свою усадьбу на виде треугольника, 16 гектар, и ждал того времени, когда камень или дерево раскроет ему, какая душа в них заточена и как ее нужно освободить. Вот это великое создание сада душ, мировых душ в этом месте. Это великий подвиг, это великая исцеляющая пространство. Когда я впервые попал, это моя жена, как вы знаете, Кристина Литовка, и мы много лет проводим в Литве, особенно в летний период, и вот наши литовские друзья привели нас в Салантея, вот в усадьбу Орвидосов. И вот с самого первого момента я был поражен. Я был в изумлении, я был очарован, я не мог понять тогда еще, что со мной происходит, что это за место. Но начался удивительный процесс знакомства с собою через мир Орвидоса, восстановление живой ткани. И много раз мы туда приезжали, много раз в Паланге проводили семинары. Пока постепенно, постепенно я понял, что я должен рассказать эту историю людям. Потому что для меня Виллиус Орвидос – это величайший пример того, во-первых, что каждый человек абсолютно каждый человек имеет анима-мунди, вот эту вселенскую душу, неограниченную ничем, шаманскую душу, хомо-сапиенс-душу, а в нас также и неандертальцы, и кроманьонцы, и абстралопитеки. То есть душа всей эволюции тоже в нас. Все религии, все практики, все поиски человечества в каждом из нас. И вот сад душ Виллис Орвидоса естественным образом это открывает. И в этот сад приходили люди, диссиденты в то советское время, наркоманы, безработные, ищущие, художники. И каждый находил в этом месте, в ресурсном месте, то, что ему нужно. Сад делился смыслами, энергией, поддерживал исцеление, рост, творчество. И вот так он работает до сих пор. Последний раз, вот мы прошлой осенью были там с Кристиной, мы там жили несколько дней. Я снимал там, ходил по саду в разное время, потому что тогда уже я знал, что нужен фильм. И я пригласил своего в прошлом ученика и ныне друга и коллегу, выдающегося режиссера Константина Вихрева-Смирнова, в этот проект как сорежиссера. Я автор фильма, и мы сорежиссеры. И нам еще помогала Олеся Автухова, как тоже полноправный сорежиссер, которая мне помогала и в других моих фильмах, которые вы знаете, наверное. Вот мы уже нечто подготовили. Это еще не финальная версия фильма. Еще многое предстоит сделать. Сейчас идет работа с потрясающим звукоинженером, который делает звуковое пространство, передающее. Это большая работа, это один из лучших специалистов России. Мы туда добавим еще обязательно важнейшие видеоэффекты. Это тоже работа, которое будет сделано, чтобы передать вот этот мир Орвидаса. Мы, естественно, переведем фильм, но чтобы он был доступен на фестивальных международных просмотрах на английский язык. И там будут и субтитры, и озвучка для того, чтобы люди познакомились с этим выдающимся примером того, что... Вот что показал мне, например, Виллис Орвидас? Каждый человек может достичь освобождения через творчество, через поиск. Каждый. Независимо от того, какова его религиозная вера. Вот он был католиком, но он преодолел свое католичество, он преодолел свою литовскость, он как чурлёнист, другой великий космический... Литовец стал мастером космического искусства. И в то же время он был очень конкретным, очень сострадательным, очень глубоким и простым человеком. Я думаю, посмотрев этот фильм, там есть и документальные кадры, много документальных кадров Филлис Ордеса, вы всё поймёте, и когда откроется граница и будет возможность путешествовать, вы непременно, будучи в Прибалтике, посетите это место, в Салантее. Сад, душу, усадьбу Виллиса Ордеса. И вам сразу всё станет ясно на этом месте. Там есть возможность остановиться, там есть гостиница небольшая, пожить. Там можно проводить какие-то даже семинары, там до 30-40 человек, что, в общем, там и происходит. Так что смотрите. Посмотрите, после фильма, ну, задавайте свои вопросы. И я думаю, что мы и в будущем каждое собрание клуба трансперциональных психологов будем совещать вот с какими-то многомерными событиями Трансперционального клуба. То есть у нас будут встречи и с какими-то мастерами всегда, и с какими-то великими артистами. На каком-то клубе, я очень надеюсь, у нас выступит Николай с концертом. На каком-то клубе у нас выступят выдающиеся мастера из мира знаний и исследований в трансперциональных различных и шаманских, и языческих дисциплинах. На каком-то я приглашу, и я думаю, с удовольствием придёт Вадим Демчок, театр Вадима Демчога. Так что у нас будет всегда и культурная часть на каждом клубе. Следите за объявлениями, вступайте, поддерживайте, потому что вот почва есть, это мы, это Россия, это наша земля, это наша жизнь. Есть семена, и две заботливые женщины их уже посадили. Я как садовник, немножко поливаю смыслами энергии на этом заседании. Да и всё это растёт, развивается. Замечательно. Так, и хотелось бы ещё пару семян бросить. Вот одно семя – это Лариса Усманова. Лариса, пожалуйста, встань, чтобы тебя все увидели. Вот, это тоже наша замечательная выпускница, кроме того, что она трансперсональный психолог, журналист, она ещё и японист, которая прожила в Японии очень долгое время и написала там две прекрасные книги, переведённые на японский. И это человек с мировым именем в области тюркознания. Она изучала тюркское влияние и связь, совершенно фантастическую связь между тюрками и японцами. Представьте. Да, это удивительная женщина, и кроме того, всего прочего, она ещё и прекрасный астролог, услугами которого пользуюсь я и моя семья. И вот Лариса, здесь вот я бросаю семя Ларисы. Ещё у нас есть чудесный человек – Павел. Да, тоже наш выпускник. И Павел с удивительными. Павел, да? Валерий. Ой, извини, пожалуйста, Валерий. Да, извините, у меня беда с динами. Да, Валерий. Валерий носитель удивительных даров, так же, как и многие здесь. Да, но вот дары Валерия, они в области вот таких особых способностей к дето-зачатию. Он не сам, собственно говоря, зачинал. Он умеет работать с женщинами, которые хотят иметь детей, и он делает что-то удивительное. И после работы с ним эти женщины вдруг оказываются плодовитыми. Я всё время к нему на занятиях прикатывалась и спрашивала, что ты делаешь. Да, вообще, да, давай-ка, колись. Он не раскрыл свой секрет. А здесь бы, пожалуйста, мы бы его поставили. И очень с большим... Видите, даже сейчас две женщины близко рядом с ним сидят. Да, вам я сейчас подождаю. Да, и ещё здесь тоже есть тоже очень такие прекрасные люди, прекрасные участники. О многих мы даже не знаем. Но вот на Ирениной вечеринке, которая называлась... Онлайн-слёт. Онлайн-слёт. Всем узнаем, кто придёт, всем узнаем. Да, и они рассказывали и показывали те вещи, которые они делают. Это было на самом деле уникальные таланты. И уникальные какие-то вот такие яркие очень проявления. То есть я за то, чтобы в клубе демонстрировали свои дары и таланты не только великие мастера, известные, у которых, конечно, надо учиться, но и те люди, которые вот сидят среди вас, среди нас, и тоже очень многое умеют. Вон Сергей у нас прекрасный сидит. Да, ещё одно семя, да, который вот эту языческую традицию развивал. И я надеюсь, продолжает развивать. И ему тоже есть, что рассказать и показать. То есть вот таланты... Хорошие ингредиенты для такого-такого. В котле алхимическом, трансперсональном что-то будет. Ну что, посмотрим фильм, потом я отвечу на вопросы. Выключите кнопочки, нажмите. Давай это я нажму сам. А что-то она не жмёт. А, да, у нас по духовно-ориентированной психотерапии. Духовно-ориентированной психотерапии. И меня абсолютно поразило то, что вы говорите о вещах, в общем-то, спонтанных, но у вас есть чёткая структура. Вот сегодня на ваше наступление меня зацепила эта структурированность. И здесь, в фильме, мы тоже видим соединение с одной стороны стихий, а с другой стороны структур. Вот в этом, можно сказать, происходит исцеление. Я как арт-терапевт, Светлана Бешуловна, меня зовут Леонид, тоже занимаюсь и арт-терапевтом как через рисование, через спонтанное рисование, и терапией движения, и психотерапией образами. Транспенсациональной, к сожалению, нет, но сейчас мне это уже стало интересно. Я занимаюсь эмоциональной образной терапией, там тоже очень много. Вы поняли, откуда всё это идёт, из каких глубин. Да, 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 это действительно колоссальный энергетический ресурс. И в этом фильме меня тоже подкупило, то, что мы говорим о стихии, экологической стихии. Экотерапия сейчас очень модна, на Западе тоже. В Германии давно уже применяют клиниках, в психиатрических клиниках экотерапию. И в Италии тоже применяют. К сожалению, в России это новый опыт. То есть в России считается, что давайте мы изолируем людей с ментальными проблемами, и будем их терапировать таблетками в основном. А на Западе есть такое направление арт-терапии как профессии. И, например, Гюнтерамон в Германии, в Мюнсенской клинике, именно практикует, то есть он сейчас уже не с нами, он был в России, тоже приезжал. Тестамона все знают, наверное. Есть такой известный тестамон. И там действительно больные взаимодействуют с природой. Даже через, а в Италии есть такая практика, даже спускаться в пещеры, именно с больными людьми, которые могут себя из вот этой скорлупки, где ментально, да, куда они попали, вывести на открытое пространство через взаимодействие с природными материалами. Вот то, что мы в фильме и видели. Для меня это пример колоссально, как вы сказали, потенциала, потенциала творческой, природной терапии. И то, что происходит исцеление, это реально люди больные, больные зависимости. Это те люди, которые недопитались. недопитались вот этим молочком. Молочком матери, молочком природы, молочком энергии живого мира. И они попадают до сведения. Просто это из воздуха, из камней, из вот этого потрясающего совершенно творческого настроя самого художника. Они получают такой колоссальный поток. Поэтому, конечно, там есть исцеление. И, конечно, вам спасибо, что вы про это говорите, и что вы будете этот фильм пропагандировать у нас в стране, где все-таки тема психотерапии, она достаточно опасна. То есть люди считают, что это, ну, скажем, я не болен, но и так далее. А те, кто действительно моментально уже из покраничников перешел в болезнь, стремятся таблетками заглушить свою болезнь. Поэтому больше арт-терапии, больше вот такого контакта, взаимодействия с природным материалом, именно руками, делать руками. Тогда мы соединяем те участки мозга, которые отвечают за пространство, за манипуляции пресловутые, да, пальчиковые как-то называются, все знают. Да, лепка, да, лепка. Лепка, там глина, там же это связь с преркалью, там все. Когда мы соединяем еще и с чувством, то вот это состеление, вот как-то что-то происходит. Спасибо, спасибо. А я хотел спросить, кто-нибудь был в саду, в Саланте, в усадьбе Оровидаса находящей? А, вы были, да? А, сейчас, да. Но лично, вот Паша был, как атмосфера через фильм? Вспоминается, да? Мы там были в 2016-м. Да. Вину и извинения. Да. Пожалуйста, приходи сюда и скажи нам. Да, да. Мне очень понравилось. У меня просто слов нет. Правда. Потрясающе совсем. Ну, о твоем проекте поговорим тогда, да? Я все прочитал, посмотрел. Хорошо, позволью. Это что-то. Что-то, что-то, что-то. О-о-о-о. О-о-о. О-о-о. Чую в аджру. Не видя даже. Это из старинных. Да, да, да. Спасибо, громадный. Пожалуйста. Прежде всего, хотел бы обладать премьерой. О-о-о. Книжка вышла. 20 лет издавалась, издавалась. И вот сейчас она вышла в цвете. Ой, Оллард, Оллард. Спасибо тебе, дорогой. Мистерии Мухомора. Да, да. Да, книжка 20 лет назад. Олларда, помню, да. В переплеводе, в котором это было. Сейчас уже с такими иллюстрациями, руководствами по сбору, наверное, изготовлению. А вообще об этом фильме что я хотел сказать? Мы вот совсем недавно вернулись из Казани, где встречались с психологами казанскими. Там были практики шаманищих во сне. Мы там немножко их чуть-чуть обучали. Вот. И потом после этого мы поехали в храм всех религий. Там под Казанью есть такая вот вещь. И там вот, ну, действительно, большое здание. Там в каждом зале здесь сал Кришна, здесь сал христианства, буддизма. И я встречался с сыном человека, который это все делал, рисовал соду. Он тоже там, он все время что-то достраивает, что-то делает. Говорю, а где же зал шаманства здесь, вот, взяли всех религий? И на что я получил очень такой категорический ответ, что шаманство это не религия, здесь этого не может быть. Мне здесь сразу же все, интерес вообще к этому, ко всему пропал, к этому храму всех религий. И как-то вот это все стало как-то вот не очень. А вот здесь то, что я увидел у Орбетеса, это именно то, что его изнутри, вот то, что называется, вот, именно, вот, перлы вот изнутри. Никто ему не платил. Он сам ворочал эти камни, он сам, это, это душа. И вот здесь было соединение как раз и шаманства, и всех религий. Он не разделял, вот это хорошая религия, вот это плохая, вот здесь Будда, вот здесь шаманские какие-то, даотские какие-то вещи. То есть он был открыт, как открытая книга, как открытая душа у него была. Не было вот такой вот вещи, поэтому это, конечно, замечательное произведение искусства, и народного искусства, и, я думаю, что и литовского искусства как такового. Это очень интересно, было все подано очень хорошо, прочувствовано. Мне понравилось. Спасибо большое, Олвард. Спасибо, Олвард, спасибо, дорогой. Я-то считаю, что этот сад вообще по идее, по значению для человечества, не только для литвы, должен быть памятником ЮНЕСКО. Вот этот статус не меньше, потому что он очень важен для всех людей. Ну, конечно, сотни, сотни скульптурских. Вот жалко только, что вот вывезли вот это вот огромное, колоссальное просто вот это наследие, вывезли, куда-то сбросили. Может быть, там по каким-то усадьбам другим растащили. Ну, не на помойку же, наверное, выбросили, а кто-то, наверное... Ну, тогда умели вывозить. Я с сестрой говорил, вот Пальмира, сестра Вилли Сорвидаса, она говорит, следов мы не нашли. Хорошо вывезли. Это, конечно, жалко, потому что это было бы гораздо более полнее. Ну, и вот это, то, что сейчас это сохраняется, то, что это все в порослом хаме и создало вот такую какую-то удивительную... Вот буквально вот там несколько недель назад мы приехали с Кузовов, архипелад Кузова на Белом море, где вот эти камни стоят. На ножках стоят сейты, на ножках огромные бульники, лабиринты, поросшие такими же мхами, вот этими реликтовыми мхами. Вот сейчас вот прошло ведь не так много времени, и здесь это все тоже поросло мхами, и это все очень красиво, это все очень органично. Это все согласуется вот с древней культурой, это все согласуется с ландшафтом, с деревом, с камнем, с самой землей. То есть там все происходит так, как надо ему происходить. Что-то разрушается, что-то там... Все правильно там все делается. Спасибо, Олард, спасибо за твои бесценные слова, бесценная книга, переиздание, ну и еще 30 с лишним книг исследователя мировых религий, духовных традиций Оларда Диксона. Так что посмотрите, пожалуйста. Меня зовут Тольга, хотела тоже за благодарностью за этот фильм, потому что я сейчас поняла, что Литва – это, наверное, единственная прибалтийская страна, где я не была. На всех историях я сейчас посмотрела, я поняла, очень перекликается ее частенько в Калининграде, поскольку это рядышком. Многие вещи стали понятны, потому что везде находишь вот эти природные вещи по Прибалтике, да, они очень схожи, откликаются. И действительно, поскольку сад не уникальный, ну как явление, я имею в виду, что действительно в мире есть такие сады, но то, что это вот вы говорили о том, что действительно в маленькой стране нашелся такой человек, который возвел какое-то пространство, которое включает в себя весь мир, и не только, так скажем, и мир, который был, есть, будет, будущее, прошлое, все это пересекается. И немножечко там даже вот не сказали, но там есть многие отголоски, еще и друидство. Мне так вот показалось, за это тоже большое спасибо. Второй момент, за который хотела поблагодарить, как раз вот тоже в этом фильме, есть у меня любимое место в Москве, это китайский христианский храм. И когда я приглашаю туда своих друзей, они все время удивляются, это как, китайский или христианский? Нам объяснишь, что это такое. А для меня это было всегда естественно, что здесь удивительно, ну, китайский, христианский храм, приходишь, там вроде то же самое. И здесь вот прям четко это было прослежено, это вот прям показано, что это действительно естественно. Все эти даосские символы или еще что-то, это может сочетаться именно с христианством гораздо, ну, вообще без проблем, без всяких границ, и это подчеркнуто. И есть у меня еще один вопрос. Как зовут вашу собаку? Это не моя собака, это собака как раз вот искусствоведа, профессора Леонида Бажанова. У него в квартире я снимал интервью этим летом, по сути. Очень великолепный народ. Я хотел сказать, что вы слушаете. Она тогда очень дружественная. Спасибо. Спасибо. Николай, да? Николай, пожалуйста. Вот для меня очень важно, что ты почувствовал, насколько вот этот мир раскрыт. Вот столько. Очень приятно именно сосредоточенно видеть то, что вы собрали, или есть творчество. Я видел, что ваш интеллект, ваша духовная позиция так выше, что все, что видите, одноразовое состояние, очень трудно все понять. Все понятно, но огромное, светлое. То, что показывает тебе, есть одна веточка в хущеннализме, дух камня. У нас тоже есть камни, здесь все есть камни, тоже есть. А мы смотрим, как хорошо камни здоровые думают, а внутри камни соединяются через сознание, а в этом никак не думаем. Дух земли тоже к духу камня принадлежит, да? Дух земли. А дух дерева – это другое уже, да? Возбуждает камня, его мудрости, его сожаления, его глубокое отчаянное состояние камня показывает. Видите, а человек прошел мудрости и соединен с мыслями к Богу возбуждает это состояние, которое камни и есть. Общение камнями, через целый день надо общаться. Мне тоже дали такое задание в Туле. И целый день, действительно, с утра до вечера, когда камня сижу, спою перед скалой, спою, ничего, а потом уснулся. После этого очень прекрасно. Поешь для камня, да, спишь с камнем, обнимаешь камень. Да, подземельные и животные общаются там. Это сон очень доходит. Это другое. Надо общаться с деревьми. Шаман общается с деревьми, я тоже общаюсь с деревьми. Сколько там корма у тебя есть, откуда берешь силу, столько веточек, листья, откуда берешь это листья, светится, играет ветром. Какой силы тебе дает, и смотришь ты камни, и что именно сказать, какие силы будут. И мысленно, и смотришь, и обнимаешься, разваливаешься. Это для того, чтобы саморазвитие сознания, сам по себе развивало общение с природой. Никакой подсказки не надо. Я подойду к деревьям, разговариваю, сижу, разговариваю спиной, как у тебя сила, как у меня есть, если у меня есть плохое. Да и силы мне, вот так вообще не надо. И деревья забирает плохое, дает хорошее, да? Дает хорошее, каждое дерево разное, каждое дерево разное, состояние передает, и ощущения разные. И звуком тоже отвечает. Разговаривает с селековыми источниками, у нас много источников, селевные источники, люди сидят, разговаривают, действительно. Дух источников, огонь дает через огня, через запах, тоже общение с духом и источником общается. Это есть тоже внутреннее, открытое состояние, которое связано с свободными негами. А у нас река, как источник, вот так уходит. Вот так течет, течет энергия. А мы этой энергии, жизнь мало используем, 30% используем этой энергии для песни, для дыхания, для этого. А все остальное мы просто пропускаем, не зная, как себя вести, энергия дойдет четко, как вода. Вот разговаривают тоже потом. Ветерем разговаривают, обязательно на гору переходишь, начинаешь против ветра кричать, смогу ли я в таборную сюда. Или будет ветер туда вместе, свою волосы отправлять, щепотом, молитвами даже. Мы на гору один раз поднимались и разговаривали в небо, чтобы спокойно было всегда. Пользуясь случаем, Ольга, Николай, что будет у вас вот на вашем замечательном встрече 13 шаманов? Оль, спустись, пожалуйста, и расскажи пару слов, может быть, вопросы будут, потому что желающие будут. Вот здесь вот на столе, кстати, буклетики маленькие, так что вы сможете, Николай и Ольга организуют вот этот зов 13 шаманов. У нас будет много всего, программа вам большая, это будет проходить 4 дня. Первый день будет большой костер открытий, 2 дня постоянно будут мастер-классы. Ну, в принципе, шаманов много заявлено. Мы сейчас выполняем информацию в нашем сообществе, на сайте. Здесь есть контакты, здесь… Сайт уже есть, да? Сайт, сайт, сообщество, где можно все будет посмотреть, если интересно. И также указан мой контакт, телефон мой. Можно задавать вопросы в WhatsApp, Telegram, где угодно, пожалуйста. Каким структурам будут это… И в общем смысле вечерями обязательно в отношении к огню. Первые встречи, первые отношения. Четыре стороны будем просить, чтобы… По отношениям, чтобы они все стороны, четыре стороны раскрывали небо. И будем просить то, что мы хотим. Вот такое… То есть будут практики каждый день, да? Да, мы с практиками. А потом женские, тоже по отношению женщины, тоже, шаманы будут проходить, чтобы детей здоровые будут, дети, силы любви, природа детям, чтобы новые дети, которые плохо, светлые, благородные состояния, мы родились. Этого пожелания тоже обязательно. И люди самые, которые присутствуют, один вечер, тоже в отношении, самые люди и желания свои пускают туда. И мы ищем даже присутствовать там спонсоров. Если спонсоры действительно хорошо помогают, их линии и желания, их линии, состояния, чтобы раскрывалось, обязательно имя, назвать имя и работу, и дать благовое желание, раскрыть их дорогу, тоже так ходят. Мы будем проводить. То есть вечерами. А вот днем все мастера, шаманы, общение, мастер-класс, лекция. И будем как дальше будет работать, шаманы. Конечно, я вас тоже приглашаю туда, и чтобы именно вот так тоже показать людям. Это еза одно из веточка. Кто-то другой, кто с рекой, с водой разговаривал тоже. Кто-то ветром разговаривал, пускай общается. То есть это шаманская тактика для самовозбуждения ума и силы духа своего. Сила духа. В том смысле, дело отдельное, дух имеет сознание, отдельное дух имеет. Поэтому соединение, это есть вычитывание, выговоры, язык, слова, это есть соединение. Это обязательно надо проходить. Если этого не понимаем, то не понимаем, что хаос состоянно находится. А хаосе все, что может произойти. Спасибо громадное, Николай и Ольга, за приглашение. И участники, между прочим, трансперсонального тренинга Грофа, последнего, седьмого модуля, который был у нас в апреле, они два дня с Николаем и его помощницей Ольгой работали. То есть у нас были непрестанные шаманские практики, исцеление звуком. И я думаю, на Зове 13 шаманов будет немало продолжений, замечательных и возможностей. Так что у кого будет возможность, ну, посмотрите, может быть, подстроитесь. Да, 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 спасибо. Кстати, там вот, я думаю, что вот многое из орнаментов в мире Орвидоса напоминает, ну, такой какой-то спонтанный курс по трансперсональному рисунку. Саш, что ты на это скажешь? У нас вот мастер, эксперт трансперсонального рисунка, который в свое время тоже учился у нас на программах в МИПе. Трансперсональный. Я хочу сказать вам спасибо большое, потому что, что вы открываете этот мир людям. Вы нам показываете... Я не то, что открываю, не даю закрывать или мешаю закрывать. Открывать его еще открывать. Вы говорили еще в нашем, вот в 18-м году фрагменты, я смешал, естественно. И что хотел сказать, что, конечно, очень хочется поехать, там походить. И сам фильм, он оказывает терапевтическое влияние. То есть я вот так немножко прибалдел. Его можно прописывать как терапию. Значит, несколько сеансов. Первое просто ознакомительное, а потом уже по волну. Три консультации у трансперсонального психотерапевта. Первый раз посмотреть фильм о бордосе, второй, третий здоров. И потом можно даже, кстати, замерить там какие-то альфа-бета-ритмы. Они наверняка улучшатся. Так что спасибо огромное. Спасибо, Саша. Спасибо огромное. Да, пожалуйста, приходи сюда. Игорь, ты вернулся полностью в Россию? Или относительно? Я сложно понять, что... Здесь твоя тень пока, да. Ну, надеюсь, что... Я вам просто хотел задать насчет понимания. Я правильно понял, что... Ордос, он сначала именно погрузился в тему, читал книги, изучал духовные практики. И потом уже через творчество... Нет, он даже среднюю школу не закончил. Институтов, и тем более каких-то институтов, связанных с искусством. Но, правда, у него была школа жизни. Три года советская армия. Да, не в Литве, а в России, на территории России. Поэтому он учился у жизни. То есть у него были друзья, ну, как говорят, диссиденты в то время, да. Кришнаиты приезжали туда. Он учился. Обмен книгами шел в подполе таком. Вот потихонечку, жадно учился, вбирал. Но через него просеивалось, выбиралось то, что он считал самым важным или что он чувствовал. То есть как и в каждом из нас это избирательно. И это усиливало его внутреннюю жизнь, его миссию, проявляло. Поэтому с точки зрения формального он не учился ни искусству, ни искусствоведению, ни мировым религиям. Он самоучка полностью. Но все же он сначала узнавал, да, что есть там словно Будда, а потом уже через него это выражал. Нет, я думаю, что он просто работал. Я думаю, что его учителем была смерть. Потому что семейство Орвидасов – это поколение каменотесов, которые в основном занимались, три поколения, изготовлением надгробий. И он вот в этой близости к смерти жил всю свою жизнь. Смерть советчик, вечность тут, ценность жизни. То есть это предельно обостряло его восприятие всего. И вот эта необыкновенная чувствительность, и в то же время простота связана в том числе и с этим. Я там бродил по усадьбе, по кладбищу, где вот облазил со всех сторон, заснял могилу там, ну все-все, я там был много раз. Предпоследний раз вот мы в команде с друзьями, Паша там был тоже, бродил по всему этому миру. И вот последний раз мы с Кристиной были там. Прошлым летом этим летом уже не смогли туда приехать. У меня и виза кончилась шенгенская, сейчас возобновлять сложно. И отношения там уже другое. Уже когда я в прошлом году пытался там, еще несколько было людей, которых мне хотелось вот в фильме представить, в том числе, ну там два человека, которые написали книги на литовском языке о Боровидосе, альбом иллюстрированный, и хорошо его знали. Так они на меня смотрели просто как уже на этого, как на оккупанта, даже встретиться со мной не пожелали. То есть препятствий много, к сожалению, атмосфера изменилась. И сейчас уже не просто, но вот того материала, который удалось снять, уже достаточно для того, чтобы выразить мир Ооровидоса, выразить вот это пространство сада душ, искание, важность для человечества. Хотя бы так. То есть я правильно понял мысль вашу, что если ты занимаешься искусством, то даже не зная там полностью детали души, анима мунди, душа мира. Конечно, ты в контакте, потому что вся история в нас, в нашей душе, в нашей индивидуальной персональной анима мунди. Там есть все язычество мира, весь шаманизм, вся эволюция всего. И Ооровидос стал туда смотреть, в эту бездну, стал получать сигналы, почувствовал их важность для этого мира и стал проводником. Используя то, что было ему доступно. Зубило, камень, пилу, топор. Вот так возник сад душ. Он, получается, умел именно быть скульптором. А что обычному человеку делать, как бы ни скульптор, ни художник? Есть какие-то возможности, особенно в текущее время, сделать то же самое? Какое послание? Послание фильма? Ну, я проговаривал о том, что для меня, например, Вилли Сорвидос, ну, это, во-первых, очень наглядный и простой пример того, что если он прошел этот путь, да, необразованный человек в каком-то смысле, крестьянин, католик, и освободился, то каждый человек, каждый, большинство людей в каких-то в более комфортных, благоприятных условиях и в больших возможностях, каждый человек может пройти, освободиться. Вот это, я думаю, в своей жизни, в своей области, в своем признании. То есть он живой пример для меня. Да, что если уж он смог, то каждый сможет. Да, но это было у вас. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Рустам. Я студент наследия у Володького курса. Однокурсники, привет. Мне сейчас посетила идея по поводу того, что ты сказал, что умели вывозить, где-то не на. Меня посетила идея, что когда фильм выйдет, и его увидят литовцы, надо кинуть клич. Потому что, если так много людей вывозили эти камни и скульптуры, то кто-то из них еще жив, и они могут вспомнить о том, куда они это... Внесем мы идею в копилку, да. Да. В литовское посольство, в том числе. Возвращайте назад, да? Да. Его надо будет нагрузить, это литовское посольство. Мне не хватило того отрывка, который ты нам демонстрируешь на семинарах, когда вот картинка идет вот под эту волшебную музыку, и всех участников семинара всегда это трогает. И еще мне этот твой фильм, который мне понравился, напомнило историю о забытом художнике Ефиме Чеснякове, который жил в конце 19-го и с переходом на 20-й век. И случайно его картину, которой накрыли бочку с капустой, квашеной, увидел Сава Ющуков. И он увидел это примитивное искусство, которое тронуло его до глубины души, и он начал копать и раскопал всю историю этого художника в Костромской губернии. И вот то, что ты сейчас делаешь... И Ефим Чесняков говорил, я пришел вам дать сказку, причем у него был внутренний дар, как говорит Екатерина Юрьевна. Внутренний дар он... Можно просто Катя. Как говорит Катя, вот этот внутренний дар, он помогал людям также. И вот то, что ты сейчас сделал, ты фактически нам принес сказку. Благодарю тебя. Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Привет, Сережа. Трансперсонального курса, по-моему, три года назад. Примерно. Да, я хочу выразить благодарность. Вселенско-космическое спасибо вам за то, что вы делаете, потому что раньше я был научный психолог, работал в научных учреждениях двух, изучаю психологию и здравоохранение в целом. Но при этом я всегда был духовным практиком. Поэтому хожу в такой майке теперь. Да, и очень много всего пробовал. То есть я исследователь, практик исследователь. Я все подряд пробую, пробую, экспериментирую на себе, изучаю, даю другим попробовать, синтезирую, комбинирую. И вот именно благодаря вам, то есть я раньше жил как в двух аватарах, такой важный научный психолог и такой практик мистики. И никак не мог соединить эти вот две субличности. Теперь смотрю, два крыла там уже надежно держат все, да? И когда я пошел курс, и вот благодаря вашим фильмам и этому фильму тоже, у меня как-то все вот встало на свои места. Синтезировалось, как сказать, интегрировалось одно в другое, и у меня, ну, вложилось все как надо в голове, и жизнь моя изменилась, самое главное. Но у меня все изменилось вообще настолько, что у меня сейчас, ну, как бы все хорошо. Уже двое детей, да, или? Да, и я продолжаю это дело, продолжаю вот, как сказать, вот соединять, соединять знания научные и ненаучные. Вот, и я считаю, у меня это хорошо получается, потому что я провожу очень много всяких разных лекций, тренингов, семинаров в трансперсональном подходе, и людям нравится, люди ходят. Да, супер. Спасибо вам большое. Хотел еще поделиться чем-то, спросить, если есть вопросы. Пожалуйста. Сад человеческий душ, это ваше название? Сад душ, это вот мое, да, я в итоге это будет сад душ, потому что там не только человеческое, там и божественные, и духи, и так далее, сад душ. А Орвидас как-то сам называл? Сад Орвидас, сейчас скажу, он называл... У него было самоназвание, но вот мне мое больше нравится. Было, было, у меня есть в записях, когда я искал. Вот хочется... Это как раз идея анима мунди, души мира. Это как сам творец называл свое творение. Да. Да. Меня зовут Светлана, я приехала в поселение в Тверской области. Мне интересен был фильм, Володь, в частности, тем, что он говорит о пространстве, которое может изменять человека, трансформировать его. Мы тоже стремимся сделать такое пространство, и поэтому в этом смысле идея того, что человек попадает в некое место, и там с ним начинает нечто происходить, в общем, мне кажется, очень хороша, и это здорово, что ты такие пространства открываешь и популяризируешь, не даешь людям с ними познакомиться. Вот. Я еще хотела тебе выразить благодарность. Мы летом делали в нашем поселении фестиваль, головолом-фест, за то, что ты сделал рассылку, и у нас приехал человек по рассылке, да, да. И я хотела пару слов сказать, что в этот фестиваль мы решили попробовать три этапа сделать. Подготовительный, головолом-фест, так как мы считаем головоломки как инструмент развития мышления и осознанности. И следующий этап был сознание плюс, то есть это практики по расширению сознания. В общем, получилось очень интересно. К нам там была группа, которая все три недели фестивалила, и мы каждый вечер практически без перерыва, у нас были там дыхательные практики, и были приезжающие, которые делали мастер-классы. И, в общем-то, мы старались создать такое пространство, например, у нас поле, поселение, где арт-объекты, вот чем-то мне тоже напомнило это. Мы их сделали, они несут некую энергию. И хотели, чтобы люди приезжали, в том числе могли показать себя и свои практики. И это тоже отчасти удалось. Так что спасибо тебе за популяризацию. Я заодно уж раз вышла, скажу, что мы решили повторить, и всех приглашаю в следующем, в июле следующего года к нам на головолом-фест. Я ставлю, если можно, тоже открыточки, кому интересно будет. Светлана, Таня Гинзбург, вот это вот триада, школа игротехников этим занимается. Я хотел бы тебя пригласить сюда, немножко о Казани поговорить. Чуть-чуть. Лариса не только выдающийся японист, исследователь восточных языков культуры, но она еще и жительница Казани, где у нас будет проходить 22-я конференция Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. Поэтому вот что в Казани самое-самое затея, во время конференции невозможно, но если на денек, на два пораньше приехать, что нельзя пропускать? Ну вот сегодня тут как раз говорили, что в Казани, я забыла человека, который подарил книжку. А, ну как, Олард Диксон, прочитай его имя на красный. Это тоже очень в резонанс попало, когда смотрела и думала, действительно, что Казани может такого же, вот немножко отрезонировало, этот знаменитый наш храм всех религий, который Ильдарханов создал. К сожалению, он сейчас уже ушел, но я считаю, что его наставилось понимание, что это была передача чуть ли не от Релихов, с Таниклавролихой. Поэтому идея он в советское время создала. Я согласна тоже, что там жаль, что нет вот этого шаманистского подхода, но в контексте слияния вот этих различных культур, и в этом смысле Казани, она интересный город, потому что обязательно съездить, я так понимаю, что два главных столкновения, православной, христианской и исламско-мусульманской религии, сочетания, и, ну, нельзя сказать, что это как бы толерантно, там исторически разные были процессы, но то, что сейчас сама в республике вот идет такое построение двух главных центров, вот этот город Свияжск, который сейчас тоже зарегистрирован в ЮНЕСКО как памятник архитектуры, и город Булгар, который находится в трех часов езды от Булгарии, это бывшая столица Булгарии, кстати, тоже, наверное, многие об этом знают, как раз там был в 922 году принят ислам Булгарии, то есть это вообще на территории России первое место, где официальная республика была, и вот с точки зрения восприятия этих религий, даже до этого времени, там, естественно, была до-монгольская так называемая культура, это тоже все сохраняется, это все чувствуется, особенно если поехать внутрь туда, да, и вот как раз Булгары, то мы можем это все прочувствовать. Айжевск, это и Удмуртия, да, это уже рядышком. Это и на потомом уровне, и местные муниципалитеты тоже сохранятся, потому что, насколько вот у меня есть друзья, они меня приглашали поучаствовать летом. Естественно, я не имела права, потому что туда пойти, вот эту священную рощу, да, где они проводят свои, как бы, тоже честование своим богам и украшают деревья вот этими, такими ленточками цветными, да, то есть, и это все тоже очень интересно, что это все сохраняется, вот эти вот пласты глубинные, да, они сохраняются, вот как сегодня прекрасно Володя сказал, что тысячелетние, там, много, там, 50 тысяч лет назад была культура шаманизма, потом культура язычества, да, и вот потом мы сейчас с вами, и вот это все на подкорке у нас есть, и это, в принципе, если вы поедете, можно это все прочувствовать, я хочу сказать. И за два дня, если, ну, за два дня, конечно, мало может быть, ну, я тоже с Вияжска и Булгар, да, посетил, а это вот с точки зрения, поэтому приезжайте, слава богу, вот благодаря Владимиру, и благодаря ребятам, да, конечно, это Марс Сары, это Римма Набиулина, да, это вот наши психологи, я не профессиональный психолог, потому что я выпускник программы 16-го года, а ребят, которые организуют в свободе фестиваль, трансперсональные вот ассоциации... Конференция, 22-я конференция. Да, 22-я конференция в Казани будет, это вот благодаря им, это кафедра, значит, психотерапии, наркологии, да, Государственного института повышения квалификации нецентрозабодников, то есть они все профессиональные медики, да, помимо того, что и психологи, и профессиональные, каждый из них очень занимается сам, вот Марс действительно как нарколог, да, очень... Да, и сексолог. И сексолог, да. Римма Рафаэльевна у нас сама разработала вот новое направление дыхательных практик, да, известный пневмокатарсисы, это зарегистрированный у него патент. То есть там действительно очень много вот такого... Тоже вот интересно, да, что на уровне вроде бы официальной, ну, медицинской науки, да, эти люди занимаются трансперсональными. Да, эти люди, а вы знаете, какие люди? Вот Лариса однажды привела на наши семинары трансперсональные помощника президента, не буду называть его имя, Тарстана, но он тоже прошел через многие дыхательные практики. Да, да, вот действительно это правда, и, кстати, не только помощника, скажем, да, кто-то из коих-то из президентской семьи, да, ну, сейчас у нас не президент, он называется, тем не менее. То есть я к тому, что действительно в обществе, там вроде городского общества, но мы видим стремление людей, вот, естественно, познать, познать, расширить свое представление о мире, и когда мы думаем о всяких, о чиновниках, что они немножко там далеки, понятно, рода, да, на самом деле среди них очень много людей, которые поддерживают, поддерживают это направление. Вот очень, ну, как бы, мы рады, что вот такое, как бы, с помощью, то, что Владимир, конечно, как официально приезжает, потому что официальные моменты, они нужны. Ну, вот у нас первый раз это будет происходить, проходить эта конференция, поэтому всех приглашаем в Казань, просто поучаствовать, во-первых, в этом мероприятии, как таково, во-вторых, посмотреть вот это пространство, да, оно все-таки, вот, я думаю, для многих новое, если в Казани вы не были, я вам советую. Я, конечно, наша считает, что это третья столица России, да, ну, во всяком случае, в Палужье это значимое место, и я, конечно, с удовольствием всех приглашаю приехать и самим прочувствовать вот эту энергетику. Спасибо. Я был несколько десятков раз там и подтверждаю. Лариса. Лариса прилетает. Насколько в Казани гармонично стоят христианские храмы с мечедями, настолько вот искусственно липоватый вот этот, мягко говоря, хрень, храм всех религий. Насколько сейчас в этом саду гармонично, то есть он проявлялся, то, что проявлялось, он делал. Ну, когда слишком от ума, то... Да. Ну, потом искал уже, что было, то есть человек проявлялся. Настолько храм всех религий, вот взяли, зашивываться, тащили, она все разбежаться хочет, но и держит на вас. Настолько местно прям входишь, то я, может, прям на душе сразу мерзко становится. У, редкостно. А вот в отрицательной энергетике редкостное место. Ладно, не будем об этом. В Казани вот у нас будет 22-я конференция Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. 6-го числа, между прочим, сессии холотропного дыхания, нон-стоп, а потом два дня конференции в живьем и один день онлайне. Но до вот этих 22 конференций, то есть до образования Ассоциации, я проводил еще пять конференций. Самую первую конференцию трансперсональную вообще на территории России я организовывал и проводил в 1996 году. И здесь есть один человек, один человек Сергей, который был на этой конференции, выступал в перформансах интересных. Было дело, Сереж? Было дело, не открещивайся. Ну, если хочешь, что-нибудь скажи там о твоем трансперсональном предбизнесовом прошлом. Я не знаю, интересно ли там это будет. Володь, спасибо за фильм. Спасибо.